Привет, дорогие друзья! И с вами мы продолжаем играть в бинарного Шерлока с бинарно воображаемым другом Джоном, который расследует дичь. Значит, в прошлой серии... Знаете, я что неправильно сделал? Я неправильно сделал фотографию. Побегав здесь и ещё раз посмотрев на фотоаппарат, я вдруг осенил, что всё-таки с этим дерьмом всё не так просто. И оказывается, надо не просто сфотографировать, а сфотографировать, когда фотоаппарат загорается беленьким. К сожалению, не могу вам это продемонстрировать, ну да и хрен бы с ним. И тогда у нас появляется новая зацепка. Новая зацепка у нас появляется. Это проект ванны из слоновой кости. Слоновой кости в качестве партнёра там был указан некий Асвифт, но его имя вычеркнуто. Вот, видимо, это как раз потенциально ещё один товарищ, который был тоже заинтересован. То есть у нас получается типа два. Значит, это один любовник... ЦО. Любовница девочки, которая женщина, притворяющаяся мужиком. А, значит, и есть ещё некий Асвифт, которого, судя по всему, надо найти сейчас в каких-то архивах. Этим мы с вами сейчас и займёмся. Архив, суть по всему, находится вот здесь. Это новое здание. Тут на входе стоит, естественно, афро... Афроколдонка, которая хотела со мной поужинать. Но в итоге Шерлок не поддался на афроколдонку. Значит, и... И-и-и-и вот. Куда мы, воображаемый друг... А, вот он. Куда подевался бы, воображаемый друг? Так, вот здесь вот теперь... Или хрен там был? А, да, вот план проекта Ислановой Кости. Так, значит, нам надо теперь найти... Ну, что? Что нам надо теперь найти? Так, а это в каком месте? В качестве партнёра указан некий свифт. Реестр... Блин. Ну, наверное, местные жители или предпринимательство. Проект Иванной Ислановой Кости. Наверное, предпринимательство. Реестр. Прововые бумаги, может быть. Район. Ищет за район. Тот же Гранд Сарай. Ни хрена. Шахтёрский предел. Второй город. Скальдио. Так, ладно. Значит, тогда что-то, может, период не тот. Британцы 1800-е. Ну, район мы не знаем. Или местные жители, а не предпринимательство. Прововые бумаги. Может, не правовые бумаги, а британцы этого года? Так, только район опять же Гранд Сарай. Да шо ж такое. Так. Как понять, что это за район? Ванны Слоновой Кости. Так, а чё у нас на карте? Блин, ну по карте хрен поймёшь, что это за место. Прям вообще хрен поймёшь, что это за место. По карте. Так. Не, ну это явно вот это. Никакое имя. Так, кого мы ели, ладно, давай ещё раз. Может быть, всё-таки местных жителей мы ищем. Местного жителя какого-то... А, этого. Хотя, это не тот чувак, который... Который там... Была в парке какая-то хрень. Там было что-то на... Так, ладно, сейчас. Блин, ну по-любому предпринимательство... Да, нам нужны, наверное, британцы. По-любому нужны правовые бумаги, если документ. Ну блин, я это уже делал, и мне этот самый... Мне что-то ничего не выпало. Странно. В общем, сначала, видимо, надо поговорить с девочкой. Я как-то немножечко опередил события. Вы знаете что-нибудь по имени А. Свифт? Ваш отец вычеркнул это имя из плана. О, это Артур Свифт. Заходил к нам пару раз. Они с отцом работали в старом городе, пытались откопать какие-то древности. Он археолог? Да, именно так. Только, по-моему, мистер Свифт вовсе не похож на археолога. Я сейчас читаю замечательные книги, в них много говорится об археологии. Это так увлекательно. Не сомневаюсь. Вы знаете, где найти мистера Свифта? Нет, но наверняка вам кто-нибудь подскажет. У отца с ним были какие-то жуткие серьезные дела. Скучные документы со сложными словами, всякое такое. Вот теперь мне можно, короче говоря, в архив. Так, теперь мне можно хреначить в архив. Только, чтобы хреначить в архив, надо сначала отсюда выйти. Так, понятно. Свифт в старом городе. Все, теперь у нас все сложится с вами. Все сложится, потому что надо на иконки смотреть. Если там иконка побазарить, значит, надо сначала побазарить, а не заниматься самодеятельностью. Я просто думал, что игра дает некие нелинейные вещи. То есть, если ты сам дотумкал без промежуточного звена, то игра должна тебя, по идее, туда пропустить. Но ни хрена. Сам ты дотумкать без промежуточного звена не можешь. Ты должен действовать четко по плану, иначе пошел в жопу. Будем сдать на будущее. Слишком умных здесь не надо. Так, значит, скорее всего, я тогда был прав. Начинаем предпринимательство. Скорее всего, пробовые бумаги. И район, тогда мы теперь точно знаем, что это старый город. Лист регистрации. Санкции правительства Кордона. Этот документ подтверждает создание компании Гилден и Свифт 21 июня 1877 года. Будучи неналичным владельцем основателя вышеуказанного предприятия, Теодор Гилден обязуется предоставить финансирование и участок земли Римская окраина для отдел компании. Будучи партнером-учредителем, Артур Свифт обязуется предоставить финансирование и квалифицированные услуги в области археологии. Основная цель предприятия – проведение археологических раскопок на территории разваленной перекрестки Базар-Роуд и Арно-стрит за стенами старого города в Кордоне. Ниже подписавшиеся единоречные владельцы обязуются предоставить финансирование в обмен на право владения найденным в ходе раскопок предметами, представляющими историческую ценность. Ниже подписавшийся партнер-учредитель отказывается от права владения найденными в ходе раскопок предметами в обмен на исключительное право публикации сведений о находках в академических целях. Подписи Теодор Гилден и Артур Свифт. Значит, куда там нам надо? Так, на перекрестке Базар-Роуд и Арно-стрит. По любви к архивам, ты в бюрократии зайдешься? Че там говоришь? Лист регистрации в компании. Так, Базар-Роуд и Арно-стрит в старом городе. Значит, ты где это? Это старый город, да? А, нет, вот старый город. Бейкери-стрит. Базар-стрит. Базар-стрит. Где Базар-стрит? Нет, подожди. Это Базар-Роуд. Арно-стрит. А, и Базар-Роуд. Так, Базар-Роуд и Арно-стрит. Базар-Роуд. Арно-стрит. Где тут Арно-стрит? За стенами старого города. Вот здесь, что ли? Получается, что где-то и здесь. А мы куда-нибудь здесь телепортироваться можем? Не можем, так. Нам надо туда, получается, бежать. Ну, что ж, побежали. Та-га-дым, та-га-дым, та-га-дым. Там на гитаре режет рок, товарищ. Дорогу. 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 Я просто хочу чем-то себя развлечь. Так, опять мимо. Дорогу. Дорогу. Господи, сколько бежать-то здесь. Мы в тупике. Мы в тупике, потому что я не туда прибежал. Так, мне надо пройти, найти где-то здесь проход. На ту сторону. Тут прям замок целый, слушай. Здесь нет прохода на ту сторону. Пароход на ту сторону здесь нет. Ладно, значит, надо найти нормальные какие-то ворота. Уи! Значит, нормальные ворота здесь где-то должны быть, видимо, одни. Может быть, вот там, вот там, наверное, ворота. Ворота. Так, ворота вижу. Дорогу. Дорогу. Дорогу, 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 дорогу. Так, нормально. Блин, тут охренеть бежать. Потом куда-то туда. Да, но здесь, в принципе, без разницы, куда бежать. Мы за стену уже прошли. Нужно бежать условно... Условно куда-то туда. И мы, рады ли поздно, туда прибежим. Рыжевая башня Хава. Нагила. Трудовец восточной мебели. Эй. Так, потом поворачиваем направо. Потом поворачиваем, наверное, вот так вот. Потом немножечко левее. Наверное, мы пройдем куда надо. Я помню этот памятник. Легендарный пират Кардона и местный Робин Гуд. Джон, а ты помнишь? Ага, а если... Ну и то это. Так, а что там надо нажать-то? Сутками там стоит, нанимает рабочих. Выясните, как найти того, кто нанимает рабочих. Так, начать. Масштабные раскопки. Полезно. Нет? Сменить работу. Рынок в старом городе. Новая рубашка. Должен мне денег. Шрам на шее. Нет сил. Так, значит, че там? Че там? Еще раз давай. Так, масштабные раскопки не пригодятся. Довая рубашка не пригодится. Рынок в старом городе. Сменить работу не пригодится. Нет сил. Шрам на шее. И лояльность к британцам, наверное, да. Так, я выяснил, что на раскопки пускают только рабочих. Некий Айдын нанимает людей на рынке в западной части старого города. Его можно узнать по шраму на шее. Выбирай тех, кто лояльен к британцам. Ты Айдын? Ты будешь в глазах. Нет входа для тебя. В таком виде не пущу. Понятно. Понятно. Значит, нам надо туда, но нам надо быть рабочим. Так, рабочим. А чтобы быть рабочим, нам нужно где-то переодеться. Рынок в старом городе. Это мебель. Так, а кто тут продает одежду? Рынок в скальдю. Ну, я думаю, что на рынке в старом городе, наверное, тоже что-то должно быть. Скорее всего. Надо только туда дойти. Так. Рыдок, рыдок. Ну ладно, давай прогуляемся. Значит, давай прогуляемся до рынка. Наверное, на рынке мы сможем купить себе. О, продается одежда. Так, секунду, где это? Так, понятно. Здесь все-таки все рядышком. Приличная держава одежда. Заходите. Сейчас что-нибудь подберем. Значит, мне нужен одежда торговца, одежда преступника. Класс. Хорошо, что есть одежда преступника. Одежда османки, африканское пальто, ученый, земная красота, броня стрелка. Да, броня, конечно, капец. Так, королевское деяние. Вышиванка? Сразу видно корни. Корни разработчиков видны невооруженным глазом. Так, это у нас шкираса убийцы. Взгляд самца с убийцей и осанка гордой птицы. Какое нахрен платье шахматной королевы? Там ебаный... Простите, с ума что ли сошли? Так, платье богатого, лохмоте бродяги. Мамина одежда. Одежда матроса. Так, ладно, давай тогда по этим смотреть. Кто из этого, блин, рабочий? Это моряк. Вот рабочий, наверное, да, в каске. Так, в каске, наверное, раб... Так, кто у нас... Значит, кто у нас... А, вот рабочий фартук как раз, отлично. Рабочий фартук. Взять на прокат, либо купить. Да, можно еще как-нибудь свой образ дополнительно? Ладно, давай возьмем рабочий фартук. Сколько он? 60 стоит? А, 15 стоит? Он у нас есть. Так, купимся такой рабочий фартук. Актуальненько. Рабочим такое нравится, да? Интересно. За полтосик можно себе приобрести, да, такую? Еще за пятерку можно себе проделать бороду. Да, борода у него, конечно, смотрится огонь. Ну, допустим, так, сейчас вообще буду, вообще, вообще, буду, вообще. О, так, прям... Что, сука, это такое? Так, ладно. О, светгалом. Вылет ли рабочий? Так, нормально. Здесь все рабочие такие. A good choice. A good choice indeed. Замечательный выбор. Замечательный. Фингалу мне поставил бесплатно, надеюсь. Так, значит, вот эта хрень мне не нужна. Эта хрень мне не нужна. Попробуем еще разочек. Значит, я теперь рабочий. Ну, детка, я теперь брюнетка. В смысле? Мысли не пущу. Ты being an eyesore. Не entry for you. Я не рабочий, что ли? Вот бывает все... Бывают игры, в которые прям вот, не знаю... В которых прям на волну попадаешь, так вот прям вот твое. А бывают игры, в которых ни хрена непонятно. Биоритмы с моими не совпадают. Вот так вот, я бы сказал. А, то есть я сейчас из-за того, что... Блин, я из-за того, что... Я это, что ли, прикрутил к себе? Я не понимаю, как это работает. Форма моряка. Одежда османки. Наряд преступника. Белый костюм. Повседневный костюм клерка. Одежда торговца. Наряд преступника. Африканская одежда тоже, кстати говоря, нравится рабочим, я смотрю. Она прикольная, кстати. Так, ну-ка, если я хочу какую-то африканскую одежду себе купить. Как я выгляжу сейчас вообще? Показать улику. Давай сделаем так же, как... Давай сделаем так же, как у этого. Так, это рабочим не нравится, да? Интересно, из каких соображений они это делают? Ну, допустим, ладно. Так, ну хорошо. 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 Блин, я выгляжу как чмо просто. Ладно, пойдем посмотрим. Может, теперь я больше на него... Я... Не знаю, хрен знает. Может, мне надо полностью зеленое, чтобы было у рабочих? Да ёпт твою мать! Может, это не рабочий? Так, пиздюки. Сейчас что-нибудь подберем. Так, надо брать на прокат все, нахрен. А то я... Ну вот это не рабочие? А вот это кто? Нет, ну у меня же где-то был купленный костюм рабочего. Где он теперь? Сненный костюм клерка. Может, я могу здесь переодеться во что-то там, да? Могу же? Так. Полицейская форма. Детектив-консультант. Рабочий фартук. Вот, хорошо. Вот что может быть более... Ну, это все-таки рабочий. Так, хорошо. Мы нацепили рабочий фартук. Возможно, мне надо заполнить его до конца. Я не знаю. Так, рабочий фартук есть. Это у нас уменьшает. Это вообще никак не влияет. Так, ладно. Очки у нас ставятся такие. Ага. Значит, это у нас добавляет себе... Это что еще такое? Угу. Угу. У Шерлока Хоббса воображаемый друг Джон, похожий на Хитмана и одновременно на Лысого из Бразерс в костюме мороженщика. И тют в пломбирных тонах. Простите, я отвлекся. Так, ладно. Значит, да, подберем что-нибудь. Ладно, давай мы подберем себе... Вот есть рабочая кепка. Так, давай мы купимся рабочую кепку. Значит, это еще больше. Так, и вот такую вот хрень. За полтос. Так, ну я теперь почти зеленый прям. Почти вообще. Причем это, кстати, ни на что не влияет принципиально. Так, кепка, значит, и вот эта хрень. Ну не знаю. Сейчас я максимально рабочий. Можно, конечно, попробовать добить до конца. Может быть, и тогда меня пропустят. Я пес его знает. Сейчас мы узнаем об этом. Да ёппердый театр! Ну, наверное, надо до конца тогда. Судя по всему. Не трогайся на моих уни. Давайте pick something that suits you. А suits you. Ладно, рабочий фартук это, наверное, максимум. Так, по шапке давай теперь пройдемся. Шапка у меня вроде как тоже максимальная. Это у меня тоже уже дает. Так, есть что-нибудь еще больше? Может, мне надо еще одновременно вот этому нравиться? Чтобы пройти. Ну, давай еще, не знаю, вот так сделаем. Не, ну это все хуже. Так, а есть что-нибудь еще? Прямо чтобы костюм, который уважают рабочие просто капец. Угу, ну вот пальто. А, вышиванку рабочие уважают. Угу, так. Рабочие очень сильно уважают вышиванку. Ну, ну вот оно что. Примерно так же, как вышиванку рабочие уважают пальто. Давайте еще и пальто купим. Потом заработаем себе денег. Да, чойс вообще просто, просто волшебный. Значит, сейчас оно доходит у нас вот досюда. Ну, он рабочий фартук доходит досюда. Это, в общем-то, кому что больше нравится, так сказать. Ладно, допустим, пусть будет пальто. Значит, ничего, кроме кепки, нам больше не дает. Так, поехали дальше. А, подожди, эта штука снижает, что ли? Маска в виде черепа. Там же вроде было написано, или я что-то не понял опять. Так, ладно. Да, в общем, я так подумал, что, может быть, нам в эту локацию вообще нельзя, пока я не схожу на рынок. Я просто хотел проверить образ и туда пройти. Но, видимо, хрен. Судя по всему. То есть, видимо, нам надо сначала найти на рынок. Найти там опять перебором этого какого-то там говнюка, который что-то там собирает. И, наверное, после этого только он нас отправит сюда. То есть, просто сюда пойти, даже если я правильно оделся, я не могу. И проверить, правильно ли я оделся, я тоже не могу. Ну, видимо. Ну, ладно, давайте сходим на рынок. Ну, ладно, ладно. Продолжение следует... Эй, наверное. Эй! 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 маркетская рыдачная площадь сердце старого города значит здесь должен быть какой-то чувак который значит с шрамом на шее и он не торговец кто из вас с шрамом на шее и не торговец и какой-то моряк офицер недавно рвал цвет садовник турок торговец едой ты ну прораб отлично ты уважаемый сэр можно вас на минутку я ничего не покупаю а я не продаю я ведь земляков говорят тут где-то копают так глубоко что уши закладывают я туда хочу а я-то здесь причем говорят туда как раз землекопы нужны а нанимает их человек со шрамом вроде того что вы прячете а на сапогах та самая глина вы только не сочтите за грубость надо же зоркий парень что ты просто хочешь копать в чем подвох тебе очень нужны деньги вот стакать арью эндес притни табман не совсем никакого подвоха я даже вас у вас не попрошу дайте только лопату я такую яму выкопаю век не забудете неужели тогда скажи-ка мне вот что ты готов работать на британцев да конечно болтать все гораздо чем докажешь я люблю чай я могу спеть гимн я завтракаю по-английски знаете как сильно я люблю чай как раз только выпил что глаза потемдели да то я смотрю большой поклонник а еще здорово лицеберки сочиняю нет спасибо голова у тебя может не самые светлые но внимательные землекопы мне нужны тебе по этому адресу вот держи разрешение охранник тебя пропустит как только предоставь так как пойдешь представь себе профессору а почему этот мудила говорил прости господи что меня не пустит в таком виде почему он не сказал что я тебя не пущу без разрешения причем здесь блин вид внешний и разрешение из того что то есть получается что мне изначально было все нормально с этим и он сказал по идее должен был сказать я тебя не пропущу без разрешения и все то есть у него должно было поменяться какой-то паттерн да у него ни хрена не поменялось я конечно да домотался но по моему это как-то странно то есть я хочу проходить так как мне заблагорассудится вот я нашел здесь продавца одежды и себя не нашел здесь я пошел на рынок но здесь рядом продавец одежды то есть подразумевается что мне надо если я узнал рядом с этим местом просто вот проследите логику я не может я нелогичен то есть я подхожу к этому месту тут явно надо послушать разговор разговоре мне говорят что да на рынке стоит такой товарищ и он нанимает значит ребят окей но я хочу пойти сначала может быть посмотреть туда здесь стоит чувак который говорит в таком виде я тебя не пропущу то есть не без разрешения в таком виде мы идем к рынку и находим прямо рядом с этим местом магазин где можно переодеться то есть логично предположить что если в двух шагах находится магазин то значит в этом магазине надо купить одежду не на рынке хотя там тоже это есть после этого мы переодеваемся подходим к нему у нее паттерн не меняется он как говоришь не пропустит такого виде так и не говорит в чем блин смысл ну ладно стопной тренинг заходи давай я хочу похлаждаться потрясающе потрясающе марфа сильно ну ладно я же все остальное купил за ну а потом может не пригодится какой-то мать эй новичок сначала сходи к профессору это такой старик в очках планы с собой носит такой старик в очках при старик на старика чё-то не похож археолог не вижу огня в глазах не вижу улыбки как же мне надоели вялые безучастные новички уверяю вас сэр я весьма заинтересован мне не терпится приступить к работе она для меня также важна как и для вас вот другое дело я стою на пороге великого открытия да так с порога да я готов приступить прекрасно ты же знаешь что меня интересует археологическое сокровище археологическое сокровище надеюсь найти нечто бесценное и обогатить наше познание об истории мира браво юдуша я бы сам не сказал лучше все верно мы ищем гробицу виталимония я вам помогу таков мой долг хорошо слушай внимательно я повторять не люблю я профессор свифт у нас здесь три правила ничего не трогать инструменты класть на место а меня отвлекать только если что-то нашел вроде бы все просто вы здесь главный мистер свифт или есть еще кто-то главный здесь я и только я если тебе скажут иное не слушай людям вроде тебя трудно разобраться кого слушать не спеши рассмотри меня хорошенько чтобы запомнить а потом за работу обязательно рассмотрю начальника надо помнить в лицо мрайс москве так очки сломан носить несмотря на неудобства толстая записная книжка скрупулезный кольца нет не состоит в раке одежда грязная безразличен ливо веден синяки на локте свежие не обработаны так артур свифт археолог ищет на кордоне главница человек стар беден и не может сам себе позаботиться у нее денег даже на новую одежду он занимается археологией исключительно с финансовых соображений дирку диодор гилденом он заключил чтобы обмануть обману вымануть у того деньги для артура последний надежды разбогатеть найди гробницу легендарного легата археолог ищет на кордоне гробницу он держим идея обогатить познание об истории человечества потому вложил раскопки свои средства ему нет дела до собственной внешности а полученный в ходе раскопок травмы на перешибленный локоть на левой руке совершенно его не заботит он подробнейшим образом записывает все происходящее в дневник который чем бережет пожертвовал практически всем что у него было во имя неблагодарной затеи у нас больше о нашем прошлом ну вообще-то ну тут как бы тут получается что локоть локоть явно ушиб скорее всего то есть у нас два свидетеля один из них тайный тайный наверное вот этот ну тоже других как бы нет если но свидетель убийства то есть если это было не на женщина мужик значит это был он если это был он значит у нас жаждет богатство сокровище договориться возможно будет дорого продать вы ведь поэтому здесь поэтому видишь мальчик как легко за блеском монет потерять из виду главная цель тебе не понять важность моей работы а я же должен ему об этом рассказать еще точно но ведь вы совсем без денег ходите в обносках даже врача не вызовите у вас никого нет какова судьба первооткрывателей приходится окружать себя недоумками вроде тебя пища для ума вам не интересно лишь бы брюхо набить я просто спросил сэр я очень любопытный что же поделать не увольняйте меня не уволю если перестанешь задавать дурацкие вопросы за работу и без находок не возвращайся мне прям реально копать надо будет мой воображаемый джон что ты там делаешь что это такое такой странный чайник ну ладно так где там надо вот здесь копать прям реально копать прям вот копать надо значит свежие синяки и у сараля проломленная стена возможно артур поранился ударившись о стену артур мог быть на месте преступления да артур мог быть мог уж и бить локоть а стену сарая да вполне себе то есть нам надо еще слона найти получается так ладно хорошо слона-то слона перед осмотром развали надо поговорить с профессором а это кто не профессор я ж только что с ним говорил так ну то есть мне тогда надо получается здесь что-то найти так какая статуя была повреждена ворох старых газет забыт инструмента может быть нет ближе к берегу возможно слонная кирка возможно нет так трудолюбивый землекоп нет кто-то столкнул статую да прибавка зарплате нет шлем в виде головы льва так так нет не до конца не до конца перед до конца не до конца так еще раз значит кто-то столкнул статую слонная кирка нет трудолюбивый нет покосившийся постамент наверно да прибавка зарплате нет ворох старых газет нет шлем в виде головы льва забыт инструмента нет ближе к берегу да так ближе к берегу рабочий обнаружен на раскопках статую со шлемом в виде головы льва она находилась на постаменте который ближе к берегу но кто-то ее столкнул статуя разбилась и постамент теперь стоит криво ближе к берегу ближе к берегу ближе к берегу это где это богиня мать чья-то супруга все для сбора урожаем древнем риме почитала времена года почитали времена года а я думал коммунизм сейчас приплетут еще что что здесь стояли 4 статуи интересно как выглядели остальные три статуи да хрен он знает как они выглядели остальные три статуи там какой-то кораблик значит у нас ничего не прибавилось тут случайно написал ряд полезных фактов ну ладно гробницу лимонтия так лимонтия хорошо что у нас здесь плавать я не умею а и и на этот остров держится от таких как мы я бы непременно тебе помог если бы хоть что-то знал если так будешь работать никогда не докопаешь и здесь помиле ты славный парень же я не могу помочь так не пойдет нужен другой подход ну в принципе да здесь спрашивать в принципе их не о чем колотушка какая-то огромная огромная мега колотушка туда я получается вообще пройти не могу или могу не не могу там у нас чисто статистические ребята стоят значит там я уже был начинок я не нашел просто мне надо тупо все рассмотреть может ты знаешь что-нибудь ну понятно мне надо просто исследовать не надо просто смотреть разваленный безо всяких этих На нас люди смотрят Да пусть господи смотрят Я пытаюсь вести какое-то расследование Не знаю даже Что тут у нас еще Можно конечно с Артуром поговорить О Столоменные кукли Выглядит жутковато, зато могут пригодиться Для воссоздания картины О, хочу такую, а лучше несколько Тит и Витлимони Легендарные легаты Ранней эпохи Римской империи Свою военную карьеру они начали с подавлений Восстаний Беловаков И Аллоброгов В дальнейшем отличились при осаде Мутины Или Мутины И в сражении при Акциуме Новый император Август даровал братьям одинаковые мечи Предположительно принадлежавшие Ромулу и Рэму В качестве легатов братья воевали В Даламации и Африканских провидцах И прославились тем, что почитали малоизвестных богов Тит молился Евру Его брат Зефиру Те немногие сведения, что нам известно Доступны из описания Плиния Старшего Тит носил шкуру льва на плечах И львиную голову на шлеме Эту традицию он перенял, будучи сингефером У Вита был огромный щит Способный заслонить небо Точное местоположение гробниц Остается неизвестным Историки знают, что Тит умер весной 2010 года На вид осенью 12-го Провасная ткань Прочная водоотталкивающая Подойдет, например, для палаток и полусов Это еще не все При помощи кукол, наверное, мы можем Идентифицировать еще Или как там Воссоздать еще три этих Странно, что я сюда вообще забежать смог Ладно, значит Я еще что-то не досмотрел Вот это не досмотрел Совсем как комнате отца План дешних раскопок В окрестностях Карри Инфавританский археолог Сэр Джордж Гриффин Собнаружил хорошо сохранившуюся Гробницу римского легата генерала Премьер-редакции Тита Лимония Владельца легендарного меча Ромула Который подарил ему сам Август Первый император Римской имберии В эксклюзивном интервью Сэр Джордж описал находку Как бесценный вклад в историю человечества Вход в гробницу был обнаружен В ходе раскопок Вокруг величественных статуй По словам Сэра Джорджа Статуи изображают жизнь Тита Женская статуя предположит на матери Державшая корзину с фруктами Смотрит на запад Другая женская фигура Возможно осеннее С серпом в руке Смотрит на восток Сэр Джордж предполагает Что эти статуи Лицитворяют Зефира Младшего бога И Евруса Бога восточного ветра В них есть общие мотивы Со статуями двух братьев Тита и Вита Достижения археологов Уже отметили в Лондоне Тебя обнести еще можно Нельзя Я понял Журнал Так Нам надо все это дело Осматривать В чертогах У нас по идее Ничего нового не получилось Да Ну ладно Пойдем посмотрим Что-то еще есть Ну и зайти туда нельзя А это выход А что ж я не нашел Ты еще Да лопату Непосредственно Которую надо взять И копать Лопату не нашел До сих пор Действительно Только здесь хожу Ни одной лопаты Этот товарищ Мне не поможет Значит Ну в принципе Мне и спрашивать Некого И не о чем Так Где-то еще Вот здесь какая-нибудь дрянь Угу Острая кирка Ну вот что заботит Настоящих археологов Мечтает Треть свою лору Мистер Свифт Не знал Что археологи Бывает такой захватывающий Захватывающий Громко сказано Так Еще какую-то Срань Я где-то Не нашел Вон там пузырь Может быть пузырь Очень важен Нет Пузырь походу Не важен Не утонуть бы Ты где лопату взял Романцы живут в Амфорусе Я вижу Ничего еще Не знаю Ну вот в принципе Здесь есть инструмент Но взять я его не могу С этими говорить Бессмысленно Это вообще все Непонятно Неизвестно Туда я не пройду Значит там у нас Чисто статисты сидят Остается не так Много всего То есть остается Вот это вот место Которым Который я не могу Зайти И тут вроде ничего нет Ну и вот эта вот Большая штука Это серпом У нас уже есть Дар нам пока Наш не нужен Низачем А вот еще Удивительно Текст еще Можно прочесть Придется Вспомнить Латынь Латинская надпись У четырех постаментов Гласит Рядом покоится Вид Да боится Тот кто захочет Нарушить его покой Ибо хранят его Взор брата И осеннего ветра Теперь все ясно Мистер Свифт не понимал Что означают статуи Ой Так Давай мой Воображаемый друг Джон Значит Там с головой льва Кто-то смотрит На запад Кто-то смотрит На восток Я только не помню Кто из них Куда смотрит Можно мне сначала Посмотреть Кто куда смотрит А потом Тогда Где-то тут Это было Значит Зефир Смотрящий на запад С корзиной фруктов В руке Олицетворяет бога ветра Серпом в руке Символ осени Так Другая женская статуя Смотрящая на восток Олицетворяет бога эвра Серпом в руке Смотрящая на восток То есть у нас Вот эта штука Должна смотреть на ист Вот туда Так Она должна у нас Смотреть на ист Здесь у нас кто? Это женская? Похоже на женскую Ист Она должна смотреть На вест И тут вообще Так нельзя Так Что-то тут у нас Опять не клеится Давай еще раз Значит Находится Четыре статуи Женскую статую Олицетворяет Зефир Младший брок Ветра Смотрящий на запад С корзины фруктов В руки С корзины фруктов В руки Есть Только Смотрящий на запад Смотрящий на запад Это вот туда Так Смотрящий на запад С корзины фруктов В руки Есть Ладно Так Значит Цветворяет Zефир Младший бог ветра, смотрящий на запад С корзиной фруктов в руке Есть такое Другая женская статуя, смотрящая на восток Составляет бога Эвра, Серпом Другая, смотрящая на восток Смотрящая Ист Это же восток, это восток Серпом в руке Так, есть такое дело Между ними раньше находились статуи Тита Его брата Вита У Тита был шлем в виде головы И меч А Вит сражался мечом и щитом Так И меч А этот мечом и щит Ну вот Вопрос того, куда они должны смотреть Давай попробуем так подтвердить Ну да Так, ладно Между ними Между ними были статуи Тита и Вита Тита и Вита Так Рядом покоится Ти Дубайца Тут унарушить его сорт Ибо хранят его взор брата и осеннего ветра А его хранит бро... То есть брат должен смотреть типа на него Так, брат должен смотреть на него Значит Покоится вид То есть Тит Который у нас Шлем в виде головы Льва и меч Он на него смотреть не может Он на него смотреть и не может А этот может на него смотреть? Ладно Еще раз Значит Младший бог ветра Смотрящий с корзиной фруктов в руке Значит Корзина фруктов в руке Должна смотреть на запад А Не, ну да Все правильно Вест это запад Вест это же запад А Ист это восток Давай их поменяем местами Не знаю Ты даже не пытаешься, Шерри Концентрай Ладно Если наоборот То есть Допустим Вот этот вот С головой льва А этот вот так Теперь все на месте Посмотрим, что получается И что получается? Ну хорошо А что получается-то? По-моему, эту модель они взяли вообще откуда-то из другого места Может, с этим надо побеседовать Понятно Нет, теперь мне надо что-то вырыть И что мне надо вырыть? Четыре статуи Так, ладно Хорошо История сохранил заметки о внешности Рабочие обнаружили статую со шлемом в виде головы Ну окей Посмотрим, указывают ли статую на местоположение гробницы Ну давай посмотрим Указывают ли статую на местоположение гробницы А как мне надо это посмотреть? Ну вот я прикрепил улику Посмотреть-то мне на это как Ну вот они, хорошо И чего? Отсюда надо встать? Что надо сделать? Так, его брата Осеннего ветра Ну хорошо Взор его брата Хорошо Взор его брата направлен вот куда-то Вот туда куда-то Ой, блин Короче, вот, вот смотрите Палочка образуется Если смотреть отсюда То образуется, блин, штучка Так, окей Куча мусора А вот и ваша находка, мистер Синс Глядите Что ты нашел? Никому ничего не трогать Эврика Наконец-то, дружочек Мы тебя нашли О, мы нашли Я так понимаю Теперь мы можем цапнуть Эти самые шмотки Что ли Так, ладно Что это такое? Автор популярной книги Хоботы и бивни Подробно и удивительно Точно описывают поведение слонов В природе и неволе Одна из глав Посвящена брачному периоду В это время слоны Становятся крайне опасны Также в книге Есть советы Как вести себя с животными Вечный дневник Артура Свифта В нем подробно описывают Свою жизнь и исследования Здесь есть любопытная Запись о ссоре С Теодором Гилденом Из-за раскопок День 1224 Теодор вечно пользуется Деньгами Чтобы заткнуть Рты недовольным Лучше бы купил себе Побольше изведок Чтобы оценить Масштаб происходящего И все на свете Крутится вокруг Проклятого слона У меня есть Лишь несколько месяцев И потом он начнет строительство И ладно бы строил что-то красивое Ванной из слоновой кости Какая пошлость Нельзя допустить Чтобы исторический памятник Подрегла под собой Обыденность Я должен что-то придумать Ну понятно все Все понятно Если это Ооо А вот и дротики Коробочка с дротиками Отличное средство Против грызудов Короче у нас есть два дротера Что вздумал Мои исследования присвоить Захожу за дневником А он тут вынюхивает Живо говори Что ты тут делаешь Мистер Свифт Если вы меня интересовали Ваши исследования Я бы уже давно был В пути в редакцию Позвольте представиться Меня зовут Шерлок Холмс Меня обманули Возбудительно И что вы здесь делаете Мистер Холмс Кто вас прислал Я здесь за неожиданной смерти Теодора Гилдена Теодор мертв Как это произошло Я рассмотрю Разы и варианты Развития событий И всех возможных Виновников Включая слона Раскопки ведутся На земле Мистера Гилдена Что думаете Я причастен К его кибели Мне скрывать нечего Можете спрашивать Что хотите Так и быть Отвечу из остатков Благодарю за понимание Мистер Свифт Когда вы видели Мистера Гилдена В последний раз Мы обсуждали с ним Раскопки Пару дней назад Я лично верю Что граммница Таит в себе Множество важного Но у этого Дорора Кончилось терпение Он хотел приступить К новым проектам Говорили мы Недолго Полагаю Теперь его бычество Наследует дочь Заодно Все его чудесные Чудачиства И проблемы И гляв В придачу Чудачиства И проблемы Мистер Холмс Слон лишь малая часть Сегодня утром Вы были на раскопках Именно так Этот проект Как видите Требует много внимания Почти все время Я провожу под землей Когда вы узнали Что Додор мертв Только что Вы мне об этом сказали И вы даже не удивились Я никому не скажу Если вы решите его оплакать Вы были партнерами Да были Жаль его конечно Но я На свою веку повидал Немало смертей Мистер Холмс Удивляться тут нечему Так что я могу Вернуться к работе Или вы и дальше Будете мне мешать Я только начал Вам знакомы Эти дротики Для исследований Не совсем Я ими убиваю грызунов Чтобы не откусили Во сне нос Или палец А если мне нужно Защититься От кого-то покрупнее К примеру От слона Такого дротика Будет достаточно Чтобы свалить его с ног Я бы на это не рассчитывал Вы склонны к ностальгии Или ведете список недругов Где ваши моральные принципы Юдуши Я не знаю ни одной культуры Которая одобряла бы Чтение чужих дневников Вы не ответили на мой вопрос А зачем Вы и так уже прочли Я везу записи Чтобы в будущем Я не подвела память Страницы дневника Не солгут Да то солгать может автор Эта книга помогла У нас планировать Нападение на слона Ваши навеки неуместны Гляф меня пугал Мне хотелось понять Его поведение Я как любой нормальный ученый Провел исследование И сделал выводы И какие же Теодор Гилда Не сумел обеспечить Животному нормальные условия Слон страдал в неволе Выяснив это Я утратил к нему Всякий интерес Космот развален был Ведь человек ученый А книга Анной Белоре Вам понадобилось Для эмпирического исследования Что? Это бульварное чтиво? Я скорее ослепну Чем стану читать Такую ерунду Значит вы ничего Об этой книге не знаете? Совершенно ничего Лучше бы я вообще О ней не слышал Жалкая пародия на науку Слышу в вашем голосе Зависть Вы еще относительно молоды Может для вас найдется Своя лора Да, пожалуй Я и впрямь завидую Нейбу Если кто мешает ему работать Он их берет и взрывает Это все У вас занятный способ Набирать рабочих Отчего так? Сторонникам Британии Можно меньше платить Я здесь за все отвечаю В том числе За условия для продуктивной работы Споры о политике Не способствуют Особенно здесь Местные недовольны Что мы ищем их земле Древние артефакты Достойная плата за труд Тоже могла бы обеспечить условия И предотвратить споры Вы думали об этом? Вы молоды Ничем не заняты А потому готовы бороться С каждым встречным Я не могу позволить себе Такую роскошь Наши рабочие получают Вполне приличную зарплату Не спорьте о том В чем не разбираетесь Из этого плана Ваши делователем Наши с Ферадором Гилденом Разладились? Ничего подобного Просто мы так и не пришли К согласию Что важнее Прошлое или будущее Как по мне Без знания прошлого Будущего не построить Значит вы хотели Сохранить гробницу Вита А может право Командовать на раскопках? Я хотел сохранить знания Которые по праву Принадлежат человечеству Ни больше ни меньше Ваш партнер Очень рьяно Берег то что ему дорого Он часто угрожал другим Даже для него это было слишком Конечно он был жестоким человеком Жестким Как все они довольны Деловые люди Готов был повернуть Конкурентов в пыль Помните правила? Вы не положили на место Инструмент Это ведь ваш нож? Я что похож на человека Который носит с собой нож? Он мне не нужен На раскопке Ножу найдется много Применений И в ней раскопок тоже Вообще-то веревки Для меня режут помощники Я не могу 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 Словом Гилден Весьма необычное Для кордона Животное Вы ученые Вам наверняка Есть что об этом сказать Теодор конечно любил своего слона Но это все-таки Дикое животное Каменном вольере Ему не место Гляфу нужна саванна Поля Озера Едва ли Гляф Убил хозяина Чтобы отправиться в саванну Вы так не думаете? Животное никогда Не убивает преднамеренно Полагаю Он просто хотел оказаться На воле Подальше от Теодора Он жил в поле В золотой клетке Было лишь вопросом времени Когда он решит ее сломать Вы когда-нибудь видели этого человека Рядом с Эмоджин Гилден? Нет Раз он с Эмоджин Видимо ее приятель Эта юная особа Вечно витает в облаках Я бы слугаивал Сказав что Теодор был другим Он гнался не за недостижимым Можно и так сказать Я мало знаю об Эмоджин На ее друзьях Золотая молодежь Остроит из себя Образованных Итого У слонов Брачный сезон Все обвиняют Гляфа Надо найти Гляфа Гляф сейчас опасен И без него дело не раскрыть Придется сыграть на его инстинктах Ну да У нас есть это самое Так Трудные времена И И вратнерство разобрано Разорвано Так Посвятил изучению истории всю жизнь Вероятно он был Не был готов бросить исследование Вероятно Вероятно не был готов Так Нам надо найти слона Так Флакон с пахучим веществом Значит нам надо И делать химический анализ Так Еще будет сейчас Мутатень Три минус пять четыре Мутатень Мутатень Так, надо разобраться с этим дерьмом Первый раз я просто так сделал Так, разъединить Что такое разъединить? Удалить Первый раз я с этим разобрался Просто так, на интуиции А сейчас что-то у меня немножко не получается Так, химически вы создаете формулу Перетащите состав Значит, правой кнопкой мы их соединяем И потом правой кнопкой подключаем реагенты к этому А он состоит из двух, да? То есть нам надо сначала, получается Смешать, допустим, вот А, минус 5, что-то, ну ладно Так, допустим, мы типа смешаем вот так Потом подмешиваем туда минус 5 А вот эта штука туда не подмешивается, да? То есть нам тогда надо будет создать Получается еще одну штуку Из которой, ну да, не знаю Вот так, например, да? И все, что ли? Ну ладно Так, слон голяв присутствовал при гибели мистера Гилдена Возможно, смотрев ФВС, могу больше узнать о произошедшем Животное сейчас в брачный период Я могу воспользоваться этим, чтобы его выманить У меня есть идея, но мне понадобится несколько вещей Прочная серая ткань Не пропускающий газ Инструмент, способный издавать слоновий рев И резкий запах И резкий запах Так, ну я так вижу, что нам это надо, наверное, в доме у этого искать Или где? Хорошо, нам это нужно Допустим Где мне это взять? Молодочная мастерская Так Резкий запах у нас есть Прочная серая ткань Не пропускающий газ Вообще, прочная серая ткань Вот здесь вот есть Прочную ткань я здесь, да Прочную ткань я здесь нашел Да, значит, дальше нам надо будет поискать кое-чего в яхт-клубе Это та штука, которая издает рев То есть нам надо только сначала отсюда пешком уйти, походу Да, там есть дребеденец, который на складе лежал, я помню Значит, нам нужна, видимо, она, судя по всему Так, значит, нам надо отправиться с вами будет вот сюда Оттуда отправиться в яхт-клуб А вонючая хрень у нас есть Так, вот сюда нам надо будет отправиться Беги, биполярный Шерлок, беги Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук Забирай его Ну, мы слону понравится Так, не та дверь, что ли? Не та дверь Пора взыскать слона Мисс Нини работает на перекрестке Найтс Роуд и Тринити Вей В Скальдио Найтс Роуд и Тринити Вей В Скальдио Найтс Роуд И Тринити Вей Господи, где это? Найтс Роуд И Тринити Вей 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 Че не вижу вообще? Найтс Роуд и Тринити Вей Тринити Вей И Найтс Роуд А вот Найтс Роуд А, подожди Старушка, что ли? А зачем она нам? А зачем нам старушка? А зачем нам старушка? Так, не пропускает А, парфюм из кабинета Теодора Может оказаться полезным Я извлек Феромон, они привлекут слона Нет, подожди А зачем нам туда-то? Я не понял, зачем нам туда надо пока что Я тупой просто, ну ладно Эта игра не идет со мной на компромисс Я не могу никак настроиться на Этот самый, на разработчиков Если на тот же самый Этот самый, как он называется-то На тот же самый Альтер Вайлз Если я как-то настроился Вот эта игра прям по мне А что-то на этот я вообще настроиться не могу Так, мне к ней Добрый день, мадам У меня на вас особый заказ Боюсь, обычные партнеры здесь не помогут Вы сошьете для меня куклу? О, сеньор Холмс Это благодаря вам тебе Столковые полицейские нашли вора Я с радостью вам помогу Какая кукла нужна? Для ребенка? Моя внучатая племянница до того любит кукол Кукла нужна довольно крупная Не понимаю вас, сеньор Вам игрушечного мальчика? Девочку? Может быть зверушку? Какого цвета? Мне нужно животное Былкое, можно сказать Похотливое А, сеньор, хватит загадок Я ведь не первый год на свете живу Говорите прямо Мне нужна ослониха в натуральную величину Да, на этот раз мисс Нини произошла саму себя Это ведь хвост? Это хобот, Джон Я соглашусь Не кукла, шедевр Ладно, не будем время тратить А где она? Где кукла-то? Ну ладно И где мне надо его искать? Там? Надо найти мисс Нини на перекрестке Найтс Роуд и Скадли Надеюсь, она сможет мастерить В смысле, надеюсь Что значит, надеюсь, сможет? Я не ожидал, чтобы увидеть фрукты В твоей работе Скорее посмотреть, что получилось В смысле? Они только что же обсуждали Что что-то получилось Почему я оказался здесь? Где? Что происходит вообще? Ну вот она, мисс Нини Что, мне ждать надо до утра, что ли? Что делать-то надо? Чего не могу сюда зайти? Что они обсуждали? Что за дерьмо происходит? Вообще Ни хрена не понимаю Просто Ни хрена не понимаю Собрал все, что нужно Чтобы найти Надо найти мисс Нини на перекрестке Найтс Роуд и Тринити Вей Надеюсь, она сможет мастерить А, теперь у меня есть Замечательная кукла В виде слонихи Надо Наполнить ее Газом из баллона Который стоит Сараево дворе Гилденов А, вот оно что Ах, вот оно что Ладно Так, наполнить ее Газом из баллона То есть у меня сейчас будет Огромный пукающий слон Как прикольно Ну, допустим Это же какой-то Это насколько должна быть Плочная ткань Чтобы она не пропускала Газ Ну, ладно Промасленная для парусов Но газ Ну, ладно Игра началась Итак, каков наш план Надеюсь, эта затея Не кончится катастрофой Солнечит самку для спаривания И мы можем это устроить Чучело с нужным запахом Прекрасно подойдет Значит, ты у нас Сватом заделался Чур, я тогда буду шафером Шерлок А как твои новые друзья На Эплора Так и не усоединишь Трилогию? Ты нарочно издеваешься? Это твои друзья, Джон Не мои Мне надо дело расследовать Как хочешь Но ты об этом пожалеешь Я уверен Что-то выглядит не очень Голиафу срочно нужно слониха Других здесь не водится Он приглядываться не будет Уж поверь Ты должен верить мне Мы готовы? Я не могу поднимать Тенцией Готовы? Можем звать слона И звать звуки Заигрывания по слонове Звуки нетерпения по слонове Звуки похоти по слонове Звуки соблазнения по слонове Бля Сука Какой привет Так, ладно Звуки соблазнения Ты не расшибся в лепешку Когда падал с небес? Ну как тут устоять? Охоти Какой у тебя красивый хобот Хочешь меня им отхлестать? Тихо 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 Давай устрой мне незабываемую ночь Я не слон У нас с тобой будут очень красивые слонята Не торопись, Шерри А вот и я У тебя еще два желания А вот и наш одинокий друг Въедрить он здоровый Наверное, весь процесс нам показывать не будут Ютуб не одобрит такой фигни А теперь он уже не очень здоровый Что все это значит? Зачем вы его сюда привели? Он здесь не останется Это временная мера, уверяю вас Даю слово, что он скоро перестанет вам досаждать А мы так к нему прям будем подходить легко, да? Потому что мы бесстрашный Шерлок Холмс Он бежал по лесу и порадился Бедная зверушка Мирный и послушный Настоящий джентльмен Левый бивень крупнее и сильнее и стерт Ты у нас левша И что мне надо еще найти? А, он, дротик В игре что-то есть С оперением Это пригодится Ключевые улики найдены Все улики найдены Значит, нам надо теперь зайти в чертоги разума А, нет, ни хрена Так, ладно Я перед... А, надо теперь... Что там, что там это, да? Химический анализ Так На, теперь чуть-чуть посложнее стало, да? Ага Вот оно что Три минус три То есть мне, соответственно, надо добавить две Для того, чтобы получилось минус три Типа Все Я понял То есть мне надо что-то типа сделать вот так Значит, их завязать Потом... Потом завязать вот это К нему прихреначить Еще вот это И типа получится три минус три Так, и что там? Что там был-то? А, и шкурой гляд Торчал дротик В нем остались следы неизвестного вещества Внутри дротика был стрихнин Такого количества яда достаточно, чтобы убить человека Но крупное животное от него не погибло бы Скорее всего, яд вызвал слона Приступ ярости И прилив сил Так, дротики есть у обоих Так, какой-то человек выстрелил гляфа отраганным дротиком Чтобы слон разозлился и напал на Теодора Какой-то человек выстрелил слона Теодора Гилдена Ну, наверное, разозлил Все-таки Ну, тогда у нас гляф, типа, не убийца Считается А ну, нужен новый дом и новый хозяин Надо спросить, можно ли куда-нибудь его перевезти Ну, кто-то не хотел защищать Теодора, явно Хотя, хрен его знает Типа, если, может быть, этот Дама хотела его реально защитить И тогда у нее упал кинжал А зачем она хотела защитить? Так, ладно Что у нас тут еще есть? Смертельная веча и отравленный дротик Значит Гляфу могли спровоцировать Да, вот такой вот у меня есть вывод А, вот так вот это выглядит Все, я понял Арестовать Артура и оправдать Гляфа Ну, да Правда, арестовать Артура и оправдать Гляфа Да, вот так вот было Мне надо теперь идти, что? Теперь надо идти назад к Артуру И самостоятельно его арестовывать Что мне надо сделать? Или идти в полицию и рассказывать об этом? Что мне надо сделать? Наверное, мне надо идти арестовывать Артура Боже, я хрен узнай Давайте сходим Так, где там эта срань? Не здесь Так, срань находится вот тут Так, срань находится вот тут Вот я не туда побежал Ну, хотя здесь тоже можно пройти Так, подожди, стоп Куда я бегу? А, не, все правильно, бегу Я смотрю, как-то далеко я куда-то Куда-то далеко я забрался Дорогу к королевскому пони Так, я пришел тебя Так, я пришел Выпить пивка И начистить тебе рыло Как видишь, пивка тут нет Вы виновны в убийстве, мистер Свифт Убить Теодора Гилдена было непросто Но вы справились Все вы взяли, что я замешан в смерти Гилдена Он, между прочим, был моим делом партнером Вы были на месте преступления Когда погиб Теодор Гилден, вы были рядом Ерунда Я часто у него бывал, но в тот день, когда я его убил слон Не в тот Значит, я где-то ошибся Убийце пришлось столкнуться с разъяренным Голиафом Ворота сбили преступника с ног И только ударился о сарай Ваш синяк совпадает с пробитой там дырой К тому же, убийца был с собой боцминский нож Может, такой инструмент пригодился там, где нужно резать веревки и ткань Например, на раскопках Вы просто исказили факты, чтобы они соответствовали вашей гипотезе Если гипотеза доказана, это уже теория, мистер Свифт Вы убиваете грызунов на расставках с помощью дротиков со стряхнином, верно? Да, для этого дротики и нужны Такой же дротик со стряхнином я нашел в шкуре Голиафа Это вещество-бочный стимулятор, он вызывает проливсив вплоть до судорог Вы выстрелили дротиков в Голиафа Это так взбудоражило и перепугало слона, что он убил хозяина В вашем возрасте проще попасть в крупную цель, чем в человека Вы же сами сказали, что Тодор убил Голиаф А ваши выдумки о стряхни не просто абсурдны В качестве стимулятора его принимают спортсмены, а не слоны Верно, мы прекрасно знали, что один тротик за стряхнином сплавна не убьет Сейчас я расскажу вам историю Один человек пять лет провел в поисках ценного артефакта Вложил в раскопки все свои силы и сбережения Даже пошел на риск и подписал договор с одним бессовестным дельцом Но ради цели он был готов на все Прошло несколько лет, но трудность не принесли результата Делец решил закончить раскопки Он плюнул на исследование и пообещал начать на месте раскопки новый нелепый проект Просто из прихоти Теодор Гилден мог распоряжаться этой земле по своему усмотрению А вы беспокоились о судьбе раскопок и хотели их уберечь Вы попустались обуздать нрав Гилдена, но в итоге убили своего партнера Теодор не собирался разрушать мою карьеру Да, мы поссорились, но не до такой степени Собеседником он был довольно неприятным, но разве за такое убивают? Теодор Гилден был своенравным и порывистым человеком Но ваше хладнокровие делает вас куда опаснее У вас нет ни капли раскаяния, только холодный расчет Поэтому вы арестованы И у вас нет доказательств, никаких Я передам все сведения полиции, там решат, достаточно ли они весомые для ареста Это какая-то ужасная ошибка, ушам своим не верю Ведь Теодор убил слот Голиаф не убийца, он не виновен, не заслуживает наказание Это кульминация вашей карьеры, мистер Свифт, прощайте Я же говорила, что мистер Свифт не настоящий археолог, я всегда знала, что он какой-то не такой Видите, он убийца К счастью до вас, убийство не его профессия Я уже разобралась с ним без вашей помощи, пока вы были заняты чем-то другим Я ведь просила вас уладить дело, и вы не стали Я не мог разорваться, мисс Гилден, я выяснил, кто убил вашего отца, как вы решили проблему Как я пришел мужчина и спросил разрешение забрать слона к себе, я тут же согласилась Ну что ж, мои поздравления, одной заботой меньше Думя, мистер Холмс, я нашел до вас кое-какие вещи отца Ведь это из-за них вы никак не оставите меня в покое Я вам признателен Должно же хоть что-то... от кого-то быть пользой Забирайте вещи и исчезните с глаз моих Берегите себя, мисс Гилден Ну на самом деле, кроме шуток Это реально ни хрена не доказательство Вот это вот то, что там Шерлок наплел Любой мог кинуть дротиком Реально доказательств нет Ну то есть прям ярко выраженных Таких, чтобы прям закрывать дело и чувака сажать в тюрьму за это Мы изначально понимали, что это он Ну когда стало понятно, что баба этого не делала, баба мужик Но... Все это выглядит крайне убедительно Да, даже Шерлок говорит Блин, что я несу, господи Ну ладно, я заинтригал Вот посмотрим, что будет дальше Спасибо за просмотр Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло Не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить Это бесплатно и поможет каналу расти дальше Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись И включив несчастный колокольчик в настройках Субтитры сделал DimaTorzok